Малышке Травке пять дней, она уже встречает своих первых гостей. Воспитанники Ельзовской школы-интерната приехали на конюшню в самом начале летних каникул. После первого знакомства временный инструктаж. Нам запрещено рядом с лошадными бегать, прыгать, слазить у них под животами, за попами, под хвостами. Орать, кричать. И кричать в том числе, правильно, потому что лошадь может испугаться. Не случайно вместе с ребятами на конюшне в качестве наставников сотрудники спасательного центра МЧС. В 2015 году коллектив центра решил участвовать в жизни детей. И вот уже шестой год, зовет их на дни открытых дверей и проводит уроки безопасности. Дарить радость детям, взаимодействие, общение с детьми – это просто большое счастье. И тем более с детьми, которые лишены родительского дома. Молодые, интересные ребята приходят, о чем-то интересном рассказывают, о своей работе рассказывают. И что-то проводят с ребятами для них – это приятное общение. Так, что поедет сейчас верхом? Одеваем с ним, а? Как здорово. Прежде чем сесть на лошадь, необходимо наладить с ней контакт. Расчесать, заплести косы, либо покормить. Именно поэтому сейчас мы будем угощать загара сладостями. Польза от общения начинается с первого контакта с животным. Улучшается память и внимание. Дети учатся устанавливать взаимоотношения, быть более чуткими, заботятся и доверять, говорят специалисты. Ах, он такой сладкий, такой хаос. Сначала мне было страшно, а потом я осмелилась и взяла его, и мне было, как бы сказать, он красиво так шел, я его гладила, говорила ласковые слова. Мне очень сильно понравилось. Было интересно. С дракончиком он милый, аккуратный. В Камчатской школе-интернате сейчас проживает 47 воспитанников. Желающих помочь детям материально достаточно, признается директор школы. Особенно ценно для ребят общение и выезда на природу. Эта помощь нам необходима, просто необходима, потому что наши дети должны социализироваться в обществе. Они должны знать, как живет мир вокруг нас. В 2020 году в Камчатском крае, по данным Министерства образования, численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляла 390 человек. Катерина Перова, Антон Скрипаченко, информационное агентство «Камчатка».